Книга «Открытым оком», том 2. Вопрос 678. Тема взаимоотношения. В книге Иова непонятно, кто такие эти три человека, пришедшие успокоить Иова, но в результате осудившие его. И посему-то так получилось, что хотя они рассуждают мудро и правильно, они не одобряются, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я и сам долгое время не мог понять, в чем их вина этих утешителей. Их имена даются с названием очевидно местности, откуда они пришли. Это друзья, люди, с которыми Иов хорошо знаком. Непонятно, откуда явился четвертый, Елеуй, юноша совершенно таинственная фигура. Сектанты считают, что это был сын Божий, совершенный в познаниях. Только чтение толкования Иоанна Златоуста открыло мне всю истину этих разговоров. Толкование на эту книгу есть прекрасная иллюстрация того, что смысл священного писания, изреченный святыми мужами, дается не каждому, но особо избранным людям, которых поставил Бог и назвал их учителями. 1 Коринфянам 12, 28 И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. 1 Коринфянам 4, 11 И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Вина этих утешителей заключалась в их шаблонно-стандартном понимании событий в мире, что если Бог кого-то наказывает, то только за грехи. Это так похоже на нас. Когда мы видим, что нерасположенного к нам человека постигают какие-то неприятности, и особенно в его детях, у нас уже наготове укор. Это еще только цветочки, подожди, что еще ждет тебя? Более того, сразу же выносится определение. Это ему вот за то-то, а подразумевается за меня. Даже когда что-то выпрашивают у другого, то играют только по одному варианту. Дай, а если не дашь, то неблагословен будешь. А между строчек читается. Бог проклянет, и ты умрешь, бойся меня, дай, чего прошу. От нас сокрыто намерение Божие. Цель в большинстве случаев. И выносить безапелляционное осуждение о болезни другого. Или его страдание не дерзай, ибо это может оказаться преступлением против Бога. Когда мы в ложном свете представляем замыслы Божии. Эти добрые друзья явно, что не были соседи через дорогу, но, как говорится в предисловии, были князьями из иных земель. Они решили довести сознание Иова до нужной кондиции признания своей греховности точно так же, как делаем и мы. Посещая больного человека, утешаем только одним. Кайся ладом в грехах. Случай с Иовом, пусть и уникальнейший, но все-таки может повториться с каждым из нас. Когда Бог наказывает не за грехи, не за преступления, а для того, чтобы еще более прославить человека, вся эта история начинается с того, что Бог похвалился перед сатаной, что хоть один настоящий последователь его есть на земле. Сатана в образе князя Лусио Римонеза из книги «Печаль сатаны» Марии Карелли говорит, что он знал только одного настоящего христианина, и он был распят на Голгофе, и в третий день воскрес. Сатана – заядлый спорщик, и если бы он не возразил Богу относительно праведности Иова, то никто бы сегодня не знал преславную победу многострадального Иова. Дьявол не мог опровергнуть праведность Иова, но только дал этому свою трактовку. Он хороший, потому что ты, Бог, слишком многое даешь ему. А вот если все это отнять, поразить его проказой, спидом, то и этот праведник такое выдаст, как его жена. Спор Бога с сатаной должен разрешить сам объект спора, то есть Иов. Дьявол борется с Богом о поле битвы сердца людей. Федор Михайлович Достоевский. Иов начал подвиг безропотно, с соблюдением всех правил игры. Он одинок, покинут, находится на навозной куче за городом, и Иов одержал бы победу над дьяволом. И враг это чувствует, поэтому присылает друзей, обличителей, обвинителей. Они хвалят Бога, но судят о нем предвзято однобока. Эти утешители заново пишут характеристику Иова, как она им представляется. Иов 34.7 Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду? Друзья доказывают, что нет такого беззаконника на земле, как Иов. И Бог еще слишком мало наказал его, это только цветочки. Они конкретно говорят о несуществующих фактах насилия над бедным, об угнетении наемников, и дьявол через этих обвинителей успел больше, чем через все, что было до этого. Иов, чтобы опровергнуть их обвинения, потребовал очной ставки с Богом, чтобы высказать ему, что Бог не прав. Почему у беззаконника все благополучно? Эти кары Бог обязан на них обрушить, а не на меня. Иова 21.7.22 Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними перед лицем их, и внуки их перед глазами их. Домы их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них. Вол их оплодотворяет и не извергает. Корова их зачинает и не выкидывает. Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают. Восклицают под голос тимпана, и цитры веселятся при звуках свирели. Проводят дни свои в счастье, и мгновенно нисходят в преисподнюю. А между тем они говорят Богу, отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Что вседержитель, чтобы нам служить ему? И что польза прибегать к нему? Видишь, счастье их не от их рук. Совет нечестивых, будь далек от меня. Часто ли угасает светильнику беззаконных и находит на них беда? И он дает им будил страдания во гневе своем. Они должны быть, как соломинка пред ветром и как плева, уносимая вихрем. Скажешь, Бог бережет для детей его несчастье его. Пусть воздаст он ему самому, чтобы он это знал. Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева вседержителева. Ибо какая ему забота до дома своего после него, когда число месяцев его кончится? Но Бога ли учить мудрости, когда он судит и горних? Иоанн Златоуст говорит, что Елеуй – это безбожник, хулитель, поэтому за него нет от Иова ни молитвы, ни жертвоприношения. Это просто помрачающий проведение Божие. На страницах Библии мы не находим более странных, обличительных речей против Создателя. И Бог заговорил с Иовом, показывая его неправоту в суждениях о себе и о Боге. Но Бог не осуждает его за то, что Иов разговаривает с ним без сюсюканья и придыхания. Бог разговаривает с ним, как бы на равных, сатана же более не появляется. Иоанн Златоуст говорит так. Враг душ человеческих когтями своими, черепком ободрал всю плоть Иова. И через ребра, как через стропила дома, вспыхнуло ослепительное сердце Иова, полное любви к Вседержителю. Противник не выдержал этого сияния и, закрыв лицо руками, бежит прочь.